Здравствуйте! Вечер, пятница. Время ознакомиться с последними новостями региона, о которых нам вновь расскажет областная газета «Правда Севера». Предприятие из Шенкурского района, которое делает морковные чипсы и паринку из репы, висит на краю финансовой пропасти. В ситуации вокруг сельскохозяйственного кооператива «Суланда» разбирался Павел Кононов. Сегодня он гость нашей студии. Павел, здравствуйте! Здравствуйте, Катя! Итак, вы побывали в Суланде, Шенкурского района, так сказать, родине морковных чипсов. Расскажите об этом проекте, как давно он появился и что из себя представляет? Ну, действительно, морковные чипсы, видимо, стали новостью на рынке этих товаров. Они появились несколько лет назад, но, я думаю, что широко про них стало известно у нас, вот после нынешней маргаритинской ярмарки. Вообще, это старый рецепт, даже не рецепт, это такое, как рассказали их создатели, это такая была старая деревенская сладость, можно сказать. То есть, они сладкие? Ну, они сейчас более сладкие, потому что некоторые из них подхлащивают, некоторые добавляют специи. Ну, а каким образом их производят и какие они на вкус? Действительно, чипсы? Ну, это, наверное, не такие чипсы, как картофельные. Кратко расскажу сначала. Идея возникла в этом сельхозкооперативе. Они просто вспомнили, как говорят, бабушкины рецепты. То есть, всегда раньше в деревнях это было. Говорим же про паренную репу. То есть, это буквально репу, морковку резали на кусочки, в русской печи на ночь запаривали, потом подсушивали. И вот получившиеся, ну, можно, может быть, это было хуже на цукаты, как вот говорят руководители предприятия. Когда в школу ходили, в карман брали и где-то на переменах жевали. То есть, это старая вещь. Но с применением новых технологий. Да. Ну, как происходит производство обычных чипсов, мы, в принципе, можем себе представить. А каково оно, производство чипсов морковных? Своими глазами не видел, потому что, когда был, не производили. Но, на самом деле, сейчас все это делается практически вручную. То есть, вручную режется, там, если надо, запаривается, сушится, упаковывается. То есть, ушли, в общем-то, недалеко, да? Все по тем же технологиям. Пока ушли недалеко, да. Но, насколько мы понимаем из вашей статьи, сейчас появилось еще одно производство. Производство паренки. Что это такое? Ну, на самом деле, это вот то, о чем я сейчас буквально рассказал, да, паренка. То есть, это вот пареная репа, в том числе пареная репа, да. Они посадили в этом году репу, она уродилась большая, крупная, много. Вот, попробовали это сделать. То есть, пареная и морковка, может быть, и репа? Да. Есть чипсы, которые просто, они, как, они уже тонко порезаны, они твердые. Есть, скажем, нейтральные, а есть со специями, там, чеснок, перец, соль. Приведу цитату из вашей статьи. Морковные чипсы и цукаты. Паренки из репы производители продают сами на ярмарках и под заказ, и поставляют в магазин фермер в Архангельске. Кроме этого, есть перспективная идея наладить поставки в придорожное кафе и приучить к паренкам, к цукатам водителей-дальнобойщиков, чтобы они жевали их в пути вместо резиновой жвачки. То есть, получается, что перспективы вполне радушные, производство растет и строят планы, да, фермеры? Ну, в данном случае, это, в первую очередь, красивая идея маркетинговая или идея позиционирования. То есть, конечно, если они вдруг со своей паренной репой пробьются на этот рынок, при дорожном торговле их там начнут массово покупать, конечно, это будет новый продукт, новый товар, которого просто нигде нет. А насчет радужных перспектив, не очень радужно, потому что, конечно, не паренная репа и не морковка – основа сельхозбизнеса, как это сейчас называется. А основное предприятие, на котором держится округа, это как раз СПК «Суланда». Это же вот научное предприятие, специализирующееся на производстве молока. И в каком состоянии оно сейчас? И вот оно сейчас в состоянии, не в очень хорошем состоянии. Предприятие, с одной стороны, испытывает серьезные финансовые трудности, то есть, у них просто нету живых денег, то есть, у них есть кредитная нагрузка. А с другой стороны, они в свое время по разным причинам не вложили деньги в производство, не сделали новый молокопровод и холодильники для молока. И, соответственно, сейчас не могут продавать молоко высшим сортом. То есть, в общем-то, какая-то предпринимательская ошибка была допущена в свое время? Возможно. Нет, у всех были трудные времена, но, как сравнивает руководитель предприятия Андрей Колыбин, в свое время это такая же ферма на 130 голов, какая была под Шенкурском в Наводово. Это вот в Наводово – это ферма, где сейчас роботы дуют коров и прибираются. Они работали одновременно и были в одном состоянии. Но вот то хозяйство развелось, можно сказать, прекрасно сейчас. Вот это проблема. И что теперь делать? Можно ли сейчас восполнить технологический пробел? Ну как? Нужны деньги. То есть, это хозяйство последние, даже не один год, последние годы они пытаются привлечь деньги как раз созданием каких-то побочных проектов, пытаться получить деньги за счет грантов. Вот как, ведь чипсы – это тоже побочный проект гранта на выращивание моркови. Там было создано специальное предприятие, которое должно было наладить производство морковки. Но, например, это предприятие получило полтора миллиона грант, но не смогло за три года выполнить условия бизнес-плана. И вообще есть опасность, что придется полтора миллиона возвращать. То есть, если денег сейчас на молокопровод и холодильники не хватит, то, соответственно, о производстве можно будет забыть? Ну, сложно сказать, но уже сейчас они вынуждены начинать продавать кровь, поскольку нужны деньги просто на какие-то совершенно насущные расходы. А это предприятие, на котором держится окружающая деревня. Причем там деревни не маленькие, они вполне живые, там есть начальная школа, там есть новый клуб, там нормально успели построить дороги, там можно жить. Ну а какие-то стратегические планы строят там? Ну, я не могу, кстати, сказать, что сейчас есть ясный план, как выйти из этой ситуации. То есть, они сознают, что у них большая проблема, но как ее решить, не знают. То есть, пока будущее только за морковными чипсами и репой? Ну, это все связано. Или это тоже повлечет за собой исчезновение этой отрасли? Нет, все связано. То есть, это село, эти деревни могут жить в комплексе, когда работает крупное производство и то, что рядом с ним. То есть, на одних чипсах не выехать, придется искать другие пути выживания. Мы надеемся, что они будут найдены. Павел, спасибо вам за беседу. А сейчас, я думаю, самое время рассказать о других интересных статьях свежего выпуска «Правда Севера». Материал, который готовился в срочный номер, и вообще тоже, за чем «Правда Севера» следила, можно сказать, с самого начала и очень внимательно, и не только в газете «Правда Севера», но и на сайте «Правдосевера.ру», это процесс, скажем так, определения главы города Архангельска. Он сейчас происходит по новой процедуре, это не всенародные выборы. И вот как выдвигались претенденты на должность главы Архангельска, как комиссия их экзаменовала буквально, вот об этом пишет «Правда Севера». В материале остался один год лишь. И, опять же, на сайте «Правды Севера» это расписано гораздо более подробно. Еще один политический материал – это материал о формировании нового правительства Архангельска области. Непожарная команда. И еще одна важная тема, и тоже политическая. Это материал бывшего сенатора Архангельска области Константина Добрынина «За родину без Сталина». Константин Добрынин, хоть он уже и не член Совета Федерации, он обратился к президенту России с тем, чтобы не был забыт и реализован его законопроект о десталинизации России. Тема очень важная, и хорошо, что она обсуждается. Обязательно призываем наших телезрителей прочитать, в том числе, этот материал. Павел, спасибо, мы желаем вам интересных статей и ждем вас вновь в этой студии. Спасибо, Катя. Смотрите ПС, читайте правду севера. Мы увидимся ровно через неделю. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова